Всем доброе утро! С вами Олег Рожков, и сегодня мы отправляемся во Францию, а именно побеседуем с одним из самых крупнейших гидов Парижа, который расскажет нам, что едят, пьют и куда ходят русские туристы, оказавшись в этой стране. Поехали! Итак, Татьяна, давайте познакомимся с вами и расскажем нашим зрителям, как вы оказались во Франции, человек с русской фамилией, с русским именем, что вы делаете во Франции? Ну я когда-то приехала учиться, да, я знала французский, я его выучила в Красноярске, я из Красноярска, и приехала учиться, здесь государственное образование бесплатным было до сих пор, ну и сейчас еще для многих остается. На кого вы учились? Педагог французского, французский как иностранный. Скажите честно, вам удалось хоть один день поработать по профессии? Ну только частным опытом. А, только вы как репетиторством занимались, получается? Подрабатывала, да. Я вот посмотрел, что у вас стоит в Инстаграме прям несколько таких пунктов, что вы и актриса, и гид, и вообще отдельным пунктом стоит ЗОЖ. Давайте по всем вот этим пунктикам так отдельно пройдем. Да, и расскажите мне сначала, что значит актриса. Вы действительно в каких-то фильмах снимаетесь, или это просто такой образ? Что, мол, я актриса. Я в театральном факультете признается. А, ну так а вы, да, вы играли где-то? Ну, в короткометражных фильмах немножко поиграла. Расскажите, какие-то известные фильмы? Ну, нет, ну один тут на конкурсе даже приз получил, но он так неизвестный. А как тогда вы стали гидом, если у вас диплом учителя, диплом актрисы, а вы гид в итоге? Ну, я сама уча. Ну, я имею в виду, как так получилось, что именно вот в эту стезю вас потянуло? А не решили дальше вот в актерском ремесленд? Нет, почему не заниматься, потому что здесь актерская профессия немножко иначе происходит. То есть, чтобы служить в театре, здесь нет каких репертуарных, стационарных театров, и единственный на весь Париж, а это антропеды и актеры постоянно в разъездах. А у меня деньги, поэтому я решила, что это не для меня. Я не хочу ночевую жизнь вести. Сколько лет вы уже во Франции живете? 14. 14 лет. Вообще скучаете по родине? Бываете в России? Ну, я прошлым летом была, этим летом собиралась ехать, потому что у нас ждет. Какие экскурсии вы проводите? Это частные экскурсии, это автобусные туры. Как это все у вас устроено? Ко мне обращаются, и я выстраиваю маршруты по всей центральной части города, по Монмартру. И разные бывают обращения. Кто-то хочет больше истории, кто-то увидит жизнь изнутри, пообщаться с парижанами. Есть даже такие запросы от тех, кто изучает французский, что они хотели бы познакомиться с местными жителями, пообщаться. Тем более я в скот-сторисе очень часто показываю беседы с парижанами, у меня очень много друзей, знакомых. И прям некоторые хотят встретить конкретных персонажей и пообщаться. Такие даже было. А, то есть в ваших сторис кого-то видят, и потом заказ поступает. Вот хочу вот с этим мужчиной, с этой женщиной пообщаться. Получается так? Да, они часто хозяева каких-то лавок, магазинов, официанты в ресторанах. Это уже люди, которые постоянно там находятся, на этих местах их можно встретить. Ну и просто жители, которых можно часто встретить на улицах, в их районах. А кто обращается к вам, если вы говорите, что частные у вас экскурсии? Кто обращается? Есть какие-то среди имен известные личности? Какие-то, может быть, тоже звезды из российской эстрады, театры, фильмы, кино, что-то такое? Были известные. Ну я с Лизой Боярской гуляла, но это было случайно, через... Потому что я дружу с ее агентом, вот, и она тоже захотела со мной погулять. Потом из известных, ну я вот гуляла с Украины звезды. Алина Шуманская, ее муж, наверное, может, вы знаете, они там вообще такие звезды большие. Потом с Анфисой Черных я гуляла, которая победила в «Последнем герое». Эти люди как-то сами на вас выходят? Или как получается так? То есть по чьим-то рекомендациям? Или за Инстаграм, в основном. А, то есть они просто вас находят и просят экскурсию. Расскажите, самые необычные экскурсии для звезды? Очень многие приходят по рекомендациям, конечно. Уже, наверное, 40% моих туристов, за те, кто пришли по рекомендациям своих знакомых, которые у меня были. Сарафанное радио наше все, в общем-то. Скажите, самая необычная экскурсия для звезды? Вот вы сказали, что Елизавета Боярская, вы гуляли. Что она хотела увидеть во Франции? Что ей было интересно? Она уже много раз была в Париже, она с детства сюда ездит, но ей хотелось увидеть какие-то вот особые улочки, уголки, которые неочевидны. А это какие? Что это такие за улочки? Мы смотрели могилу, да, мы с камелиями, например, могилу долиты. Мы заходили на улочки такие скрытые, нетуристические, очень живописные, записные, где можно увидеть жизнь местных. А вообще, насколько вы можете себя оценить среди своих конкурентов в плане, какая у вас аудитория? Большая, маленькая, вы средний гид или крупный, которым очень много идет заказов? Вот как-то можете сравнить? Я думаю, что я крупный. У меня очень много, я не могу удовлетворить даже все запросы, но те, кто успевают, записываются, кто заранее. А в последний момент часто уже нету мест на те дни, на те часы, которые люди хотят. Ну, в среднем, в месяц, вот сколько обращений к вам поступает на экскурсии? Нет, ну, когда высокий сезон, это каждый день, может, 10 обращений в день быть, но я могу взять два, например, смотря сколько часов. А большие у вас экскурсии вообще? Ну, кто-то заказывает целый день, кто-то три часа. А, то есть там разные у вас опции получаются. Русские туристы, когда приезжают к вам во Францию, что больше всего хотят увидеть? Ну, ладно, не берем Мэйфелеву башню и так далее. А вот что-то такое, вот топ каких-то пяти, может быть, трех желаний от русских туристов? Нет, ну, во-первых, хотят попробовать вот эти вот все парижские вкусности. Там луковый суп, багет, круассан. Круассан, да? Я хочу, чтобы сравнить, да. Какие-то макароны все хотят попробовать, естественно, шоколад французский и так далее. А лягушачи лапки просят попробовать? Да, 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 многие хотят. Не все, но многие. Устрицы, улитки. А самое необычное, да, вот что просили вообще из среди? Вот именно по гастрономии, например, вот говорили, там, на Твитте мне туда хочу, там, акулий плавник какой-нибудь попробовать. Что-то такое было? Нет, попробовать вот этот буданзовый. Ну, это, в общем, я этого никогда не ела и не буду. Это что-то там, кишки, знаете, начиненные. Но это очень сильно пахнет. И люди порой жалели, что они это заказывали. А как это называется, еще раз повторите. Ну, я даже не буду так... Там несколько видов этих названий, но это ужасно. Давайте теперь по пункту ЗОЖ. Расскажите, он у вас прям так отдельно стоит, большими буквами. Что это значит? Вы просто придерживаетесь каких-то таких диет, может быть, или вы реально спортсмен? Расскажите мне об этом. Ну, спортом я давно занимаюсь. Извините. Сейчас жал закрыт, это прям для меня беда, потому что я не очень люблю сама заниматься спортом, люблю в группах. Но когда я работаю, я очень много кожу, по 20 километров в день, поэтому у меня спорт – это постоянная вообще составляющая моей жизни. Ну и, конечно, питание. Старайтесь есть как можно больше овощей, особенно сырую. Что бы посоветовали в данный период времени, вот в эту пандемию коронавируса, что посоветовали бы есть тамбовчанам, употреблять в пищу? Много больше белени. Она борется, и как можно больше борьких овощей, трав, потому что они убивают вот все эти патогенные бактерии нехорошие. Расскажите мне по поводу теперь ситуации с пандемией. Как ваша страна переживает этот момент вообще? Как, что сейчас работает? Может быть, уже что-то открывается, есть какие-то послабления? Просто я общаюсь с вашими коллегами. Сейчас открылись уже практически все магазины, лавочки. Ну, продуктовые они работали, а все, что связано с одеждой, с какими-то вещами, да, все это было закрыто. Сейчас уже все открыли. Крупные коммерческие центры пока не открыты. И 2 июня нам обещают, что откроются все рестораны и кафе. То есть уже можно будет прийти, посидеть, покушать и нормально развлечься? Да, сейчас уже многие кафе открыты, но только на вынос. Вы приходите в ресторан, в топе и берете на вынос в порядке очереди. А границы сейчас закрыты у вас? Насколько я знаю, да. То есть просто туризмом сейчас нельзя заниматься, но если кто-то там к семье едет, то это можно. Ну так в целом, какие настроения во Франции? Вы знаете, хорошие. У меня вот все друзья, я всех обзванивала, у меня очень много пожилых друзей французов. Как-то большинство держались очень хорошо. Конечно, те, у кого бизнес пошел плохо, да, они расстраивались, но все равно французы такие оптимисты, мне кажется, в большинстве своем. Они очень такие сильные, жизнелюбые. И у меня к вам еще такая будет просьба в финале нашей беседы. Я сейчас своих гостей в последнее время прошу иностранцев что-то произнести на их языке, какое-то, может быть, пожелание для тамбовчан, вот для русских на французском, но обязательно с переводом после. Что это, как в переводе? Дорогие друзья, соотечественники, я вам желаю много оптимизма, радости, чего еще пожелала. И заботьтесь о своем здоровье. Я благодарю вас за беседу, Татьяна. Всего вам доброго. Надеюсь, может быть, когда-то еще пообщаемся, может быть, даже у вас во Франции. С огромным удовольствием приезжайте. Всего доброго, спасибо. Общаясь с такими людьми, очень хочется сразу же отправиться в путешествие по этим странам, городам и улочкам, но, к сожалению, пандемия пока еще и сдерживает нас, поэтому будем надеяться на ее скорое завершение. С вами был Олег Рожков. Всего доброго.